у нас доброе утро время какой 10 уже почти 11 в общем проснулись рано девчонки что-то часов 8 наверно проснулись и просто от валялись на часа два не больше просто валялись телевизор смотрели пока он обнимались фотографировались массажики делали очень просто балдели на улице так вроде бы жарко но и ветрено в то же время так в общем нужно позавтракать нашли в общем вот такое местечко здесь делают пельмешки вот он сам делает перемешки у него там фарш заготовлен тесто и вот он парит тут на этой штуковине таких горшочках деревянных взяли все два горшочка пельмешек перемешки вкусненькие но самый раз позавтракать а здесь можно кстати приготовить что-то типа как блинчик такой местечко только прикольно мы маленько от солнца спрятались потому что солнце шкварит так что лицо загорает тушите пельмешки такие вкусные прям фарш такой не сухой с какой-то травой очень сочный берем какую пушечку наливаем туда соевый соус макаем для вкуса вот так вот раз мне тоже соус нравится больше чем вкусно еще нападали такой соевый напиток холодный чуть сладкий не очень а я себе ребята заказал вот этот блинчик который вот там делается я не знаю как он называется правильно рисовая мука в перемешку с яйцом да да такая вот мешанина получается буквально вот встал за минуту нора прошла не нам не приносит видимо у него уже на готове было очень вкусно здесь в общем соевый соус яйцо перемешку с рисовым тестом и фарш грибы смотрю еще есть очень вкусно и примут для завтрака сам идеально сессии бай-бай вкусненько общем поели обошелся нам завтрак 33 юаня все недорого и вкусно все ребята мы пришли в окно в мир помню мы с тобой кати здесь были четыре года назад такие зеленые ничего не знали еще не видели больших городов бак сразу шэньчжэй ну и вот тут такая вот красота сразу же она встречает красивые фонтаны все фотографируются обязательно и вон там кассы в общем пойдем узнаем сколько билет стоит купили билеты билеты стоит 220 взрослый и 110 детские из половины получается не к за тебя уже приходится платить и почему так быстро растешь кстати в китае в основном везде за проезд за вход парк и так далее детей ниже 120 сантиметров не нужно платить то есть если ты грубо говоря не вырос тебе 30 лет это не вырос больше чем 120 сантиметров то может бесплатно заходить нет речь про детей именно парк кстати начал уже готовиться к хэллоуину везде украшают тыквами и не только и кстати когда мы посещали первый раз это место с катей был уже хэллоуин и мы попали на как раз вечернее такое шоу и кстати билеты стоили вообще какие-то сущные копейки что-то по 60 юаням отдали или по 68 помню что-то не больше 70 юаней отдали за один билет темно уже было и в общем мы ходили гуляли по темным улочкам а там стояли такие переодетые рабочий персонал стоял переодеты в хэллоуинские эти костюмы и общем пугали прикольно в общем парк построен на такой основе чтобы ты помог познакомиться с какими-то достопримечательностей в других странах здесь мы можем увидеть эйфелеву башню римские колонны и кстати вот здесь вот по вечерам идет выступление вот эти места можно занять и там в общем пляшут танцуют и так далее вот так вот украшает лишь готовится хэллоуина и кстати хотели подняться на эйфелеву башню в каком масштабе на интересно сделано но естественно меньше вот и туда можно подняться за определенную денежку но тут в общем забор по кругу похоже реставрация там катю видео леса там похоже реставрация сейчас ведется так что с дяденькой нажать на кнопку чтобы башка подлетел там что туда там что-то шевелится и голова его отлетает пружина там отскакивает короче все по красоте делается дяденьки плохо вот как раз замок для принцесс да 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 слушайте а это реально выполнено в миниатюре видно маленькая где табличка что это такое принц выходи принцесса пришла катя решил в общем устроить фотосессию и пока девочки наши позируют фотографируют все 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 так время пришло фотографии так давайте давайте фотографируемся я как местная достопримечательность вроде бы шиньджей да вроде бы полин от иностранцев полно а мы как какая-то достопримечательность закончилась фотосессия здесь у нас италия палаццо венеция веция короче блин короче короче италия ребята в общем не будем комментировать что здесь какие здания старый дворец да и все вот красивый такой старый дворец в италии все ну не знаю я что за дворец простите идем мы идем и бах пирамиды нас будет крутить горилла рюкзак еще он горит и отдать на ну и как вам захватывающая аттракцион к очень испугалась и страшно а полина боялась очень что я уроню телефон ответственно ребят а здесь водная зона очень популярные такие места в китае купальник взяла я тоже бы залез удовольствием прям фрук нырнул бы ну вот если вы вдруг устали можете посидеть и отдохнуть а дети могут побегать вот на такой площадке дети не устают нет они никогда не устают и вы где а идем пирамиду хеопса египетские пирамиды мне кажется тут будет страшно кажется так нет ты чего такая трусишка в общем прошли эту комнату страха ребенок младше с нами не захотел идти полинка ты как нормально здесь выходим есть такая красота смотрите пирамиды так пойдем наших этих трусих искать день нам не страшно а вам а нам страшно очень маленьких котеночек испугался там все шевелится все рычит так идем голландию да да вот такие в голландии домики были наверно да это там живет да он там там став живет нормальный голландец такой посмотрите колизей в миниатюре у 1 к 15 и представляете какая миниатюра уменьшена в 15 раз подсветочка сделано сейчас мы едем на паровозике по европе долго стояли в очереди на минут 30 пизанская башня изготовлена 1 к 15 кафедральный собор германии а сейчас мы находимся в британии букингемском дворце красиво девочки когда ты знаешь приближаешь что в принципе выглядит так это наш как реально когда начинаешь отдалять все а сейчас кто угадает что это такое слева а да вот это да вот это что такое какая страна нет какая страна россия москва москва давай читайте написано ленин 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 не надо ходить там алё не надо ходить на там ходить но вы же портите можете настоящим лежит ленин понимаешь это как гробница понимаешь узнаете место знаешь знаешь я его не сразу узнал потому что как-то все выполнено как-то на сто процентов он же сейчас уже как бы в разрушенном да много очень руинов да там прям вот эти вот колонны вот эти пирамиды вот эти штуки как не искать в общем много что было разрушено и я прям его не узнал здесь он прям такой нарядный показан как он настоящим был настоящее время стяной я вот прям помню как мы гуляли здесь панкор вату это было вообще клёво мне так прям понравилось не забываем выходные там в общем главный вход так вот мы прошли зашли в библиотеку он в ту и продолжили уже свой путь и там уже по кругу маленечко погуляли я даже поднялся на самый верх детям нельзя было подниматься конечно же в миниатюре он поинтереснее просто ходишь вокруг два-три шага и половина анкора прошел а мы там целый день помнишь ходили да да мы там сильно потели ну там очень много пришлось гулять я не помню ну что сфотографировать я прям не узнаю вот это все уже там нет уже а также в этом парке можно арендовать вот такие вот машинки на компанию будет стоят выходные 120 юаней за час депозит 500 и в обычный день 90 юаней за час и депозит 300 принципе прикольно силы и не надо топать можно принципе обкатать все места прикольно штука можно получить паспорт стоит сколько стоит 30 и можно поставить печати где ты допустим опусти пожалуйста переверни вверх ногами ну ничего особенного сувенир здесь можно написать имя вклеить фотографии и так далее все нам надо уже выходить времени так совершенно мало нам было детям как на удивление как понравилось да ты переживал то что им не понравилось для них рановато пока я немного и не поймут и воспримут это как прогулку в обычном парке но тем не менее им было интересно им понравилось они очень много фотографировались вам понравилось нет вообще парка еще я думаю что надо еще прийти потому что мало было пили билеты на 9 часов наверно до сели чуть пораньше едем домой общем нагулялись шинжени было мало я думаю что скоро теща приедет может быть посетим я думаю что можно спокойно пойти еще раз в окно в мир и посетил еще раз вот и провести время там уже прям целый день мне понравились вот эти представления на здании лазерные представления лазерное шоу отлично сколько тебе что понравилось мне понравилось окно в мир там очень было интересно вот я вам советую можете сходить со всей семьей там можете погулять там очень интересно а мне еще понравился ресторан самый первый который мы посетители посетили с раками не в инстаграме спрашивали что это у вас такое одета была фартуки мы одевали в общем ребята заканчиваем видео на этой счастливой ноте выходные удались завтра школа не забываем подписываться на наш канал ставьте лайки всем пока пока пока